Уважаемые зрители, это наша новая программа. Да, вреднее. Вот так она пока будет называться. Так вот, эта программа вовсе не о рыбалке. О рыбалке, конечно, тоже, но пункт тем значительно шире. Мы будем беседовать с людьми, которые путешествуют по отдаленным, интересным и не всегда безопасным местам. Мы будем говорить о взаимоотношениях человека и дикой природы. О походной кулинарии и вообще о вкусной и, главное, здоровой пище. О местных жителях. О загадочном и необъяснимом. О древних духах, о легендарной гипербореи. Даже о снежном человеке. А темы подскажут нам наши видео, опубликованные на ютубе. Может быть и не только наши. А наш канал называется Терский берег. Так вот, в комментариях к нашим видео сталкиваются такие противоречивые, порой полярные мнения, что мы решили, пора выносить темы на более широкое обсуждение. Мы пригласим экспертов, просто людей, которым есть что сказать. Да вы сами сможете принять участие в наших программах, очно или дистанционно. Современный интернет это позволяет. В финальных титрах будет контактная информация. А сегодня наши участники наметят круг тем, которые мы намерены подробно обсудить в ближайшее время. Встречайте! Антон Гузкин. Путешественник. Оператор. Автор документальных фильмов. Один из координаторов проекта Терский берег. Вот такой хариус вводится. Добавим бульон. Евгений Кузнецов. Журналист-путешественник с рыболовным уклоном. Член Союза журналистов России. Эксперт журнала «Рыбачьте с нами». Любит рыбалку во всех ее проявлениях. Характер очень общительный. Сергей Горланов. Журналист, фотограф. Авантюрист. В хорошем смысле этого слова. Характер твердый. Ну что, поехали? Да, поехали. Терский берег. Это то место, где мы неизменно любим бывать, где все бывали. И вот такой вопрос. Это же пух знает где. Когда-то мне казалось, это краем земли. Зачем? Зачем мы туда едем? Ну, кто-то за трофеем, кто-то за красивыми видами, кто-то там за впечатлениями. Я, например, ради того, чтобы поймать хороший трофей, потому что мало людей, и есть шансы это еще сделать. Реки, чистейшие озера, конечно, просто бесподобные места. А чем запомнилось это путешествие для тебя? В общем, это было экстремально. Это было очень экстремально. Достаточно вспомнить небольшое потопление перед нашей поездкой. Ну, на самом деле, блин, наверное, как хочется жить, блин. А тем более, как не хочется плыть в ледовитом океане, даже 200 метров. Я просто, блин, я готов убить любого, блин. Кто заставит меня это сделать? Ну, блин. Ну, экстриму мы, кстати говоря, наверное, отдельную передачу посвятим, потому что у нас ведущая школа выживания с нами будет нас учить выходить из этих ситуаций. Все так крякает, летает, пищит. Их там тысячи, тысячи человек вздымались. И просто как кулак падало на этого бедного зверя, который переплывал расстояние по морю. Да, вот в этом. Почему он доплыл? Видимо, я думаю, что нет. То есть редкий зверек доплыл на этот остров. Я так с аппаратом орифировался обратно, и он спокойно опять щипал траву. Опять при подходе пойти с другой стороны, чтобы он жерель не закрывал, сделать хороший кадр. Он опять ускорялся в мою сторону, прижав уши, понятно, что это дело не к добру. И так было несколько раз, и когда я ему надоел, он просто стоял уже, смотрел на меня, на все мои движения, и я уже не стал дальше спускаться. Далеко не каждый человек может похвастаться тем, что видел его вживую, то есть не где-то в дельфинарии, там, в зоопарке, а именно вот с собственными глазами непосредственно в живой природе. А помимо этого, там кругом были еще следы медведей. Их тропы, остатки там ягодной трапезы. Кстати говоря, по поводу медведей. Также на той же самой пулунге в распадке сидел медведь в кустах. Он все-таки пошел от меня в другую сторону. А так вообще машина была огромная, такой бурый мишка, и скорость у него была весьма приличная. Действительно, это хорошо, что от нас побежал, а не на нас. Без шансов ретироваться не было? По большому счету нет. А еще там злобные лемминги в прошлый раз были. Но лемминги это вообще отдельная история. Которые шмыгать туда-сюда, я даже там стоял, ловил, слышал такой тук-тук-тук-тук, а сзади кустарник, где до этого там следы медведя было. То ли подкрадут, то ли что-то. Я глядываюсь к краям глаза, и он так прибежал, встал, прибежал, встал, я замер. Прибежал, встал, лежал. Медведь? Лемминг. Который, я считаю, злобнее, чем медведь. Он упал на спину, ощерился там, и при любой попытке его сфотографировано прыгает и пытается уходить за камеру. Был бы такой медведь, такой агрессии, какой-то маленький зверек. Я думаю, там в тудре не осталось бы никого. Но леммингов, неудивительно, когда в щуке находили этих леммингов по четыре штуки, но вот кумжа, в кумжине две оказалось, и две штуки в окуне. То есть, вот, большой хомяк-то, и тем не менее, окунь и берет на мышь. То есть, это снасть, которая в Хабаровске, например, на Таймене работает, можно совершенно спокойно применять и на Кольском. И что самое интересное, местные люди, вот мне что понравилось, хранят свои традиции, вот эти, поморов. И традиционный лов рыбы. Это парадная сторона медали. Есть еще и другая. Запретили бить зверя сейчас. Традиционный промысел поморов. Это тюлене, меже. Да. Ну, хорошо, плохо ли, но, значит, у людей сейчас отберут еще и рыбу. Речь идет о возможности полного запрета для сохранения семки. Возможно, это было правильно, но другой вопрос. А люди куда денутся? Для них выбивается экономическая база из-под некоторых существования. И вот эта культура, она еще осталась, но она осталась скорее вопреки ситуации, на самом деле. Раньше Харрис родился по всей средней полосе, включая Тульской области. Потом он пропал. А там он есть, европейский Харрис, достаточно трофейный, крупный. И что немаловажно, очень вкусный. Опять же, кумжа, что здесь нету, семга. Их вкусовые качества, кулинарные свойства, это просто отдельная тема и песня, я бы сказал. Многие наши зрители сочтут ваши слова кощунства. Почему? Они убеждены, что ее можно только поцеловать и отпустить. А есть надо вот эта вот гадость, которая продается в магазине. Невозможно эту рыбу просто поцеловать и отпустить, ее обязательно хочется попробовать. Мы сделаем это отдельной и постоянной рубрикой нашей передачи, то есть походная кулинария. Потому что можно попробовать деликатесные какие-то продукты, которые вообще недоступны нигде. Больше того, это экологически чистый продукт, вот чем немаловажно. Не выращены где-то там в стойле лосось норвежский, который кормит грабицидами, птицидами, чтобы они росли быстрее, чтобы там не болели. Мясо было красное. Мясо было красное, да. Зато у нас экологически чистые там и с экологически чистыми паразитами. Паразит, значит, тоже должно быть чисто, если все чистое. Там есть щучья икре, встречается и в кишках рыб я встречал их. Но это отдельная тема. Те, кто любит малосол щучья, на самом деле ходят, конечно, по кромочке. Я за то, чтобы рыба была приготовлена всегда горячим способом. И тогда будет все хорошо. А как же наша любимая сырая семга, и пока она еще хрюкает в первую там. Часть туриста должно так питаться. Это хорошая традиция для того, чтобы паразиты никогда не перевелись в природе. Ты знаешь, ну, вот лет десять как, но до сих пор хорошо себя чувствую. Ну, ты просто не проверялся, наверное, что до конца-то. То есть, задача паразита не просто съесть тебя, а дать как можно больше приплода за твой счет. Традиции сыроедения, они все-таки опять откуда-то взялись, но и вот в Монголии в частности, это уже другая, но встречаются традиции, когда местное население употребляет кровь животных, там, сырое мясо, наверное, сырую рыбу и не болеет, там, в частности, цингой, там, не имеет авитаминозов. У них есть еда, допустим, оленя режут мелко-мелко, заливаются в крови и вот маленькие кусочки берут и возле, чтобы невозможно сжевать, у носа срезают там этим и прожевут кусочки. Так вот, оказывается, в крови свежей витамин С есть и им не болеют эти люди. Модная фраза нынче школы выживания, да, может быть, тоже сделать постоянной какой-то рубрикой, которую мы будем затрагивать, которую ты нас научишь, подскажешь и, может быть, благодаря их можно подольше. Не только я, еще кто-то кого-то привлечь, на самом деле. Какую кору в каком лесу можно кушать? Осиную можно всегда. Много не съешь, горькая, но малярии цинги не будет. То есть, во всех этих вещах нужен разумный подход. Здесь больше, наверное, эмоции и какой-то порыв и местами даже авантюра. Нет, а нужен разум? Можно для способов рассказать разнообразно, какие там есть. Там же нахлостовики это именно туда, как в Мекку некую, где можно придержать тонкость снасти крупного трофея. Борусы, агличане, то же самое. Агличане, американцы, там и наших много едут туда. База, собственно, на этой установят. Но нахлост это вообще отдельная тема. Где-то это, значит, удел лордов и элитная какая-то вещь, где-то наоборот это способ ловля русского крестьянина. Вообще об этом можно очень много поговорить. Это, конечно, отдельная передача нам не одна. На самом деле, раз у вас программа первая, я предлагаю сделать ее многогранной, как вся любая рыбалка. Это путешествие, это показать красивые места, географию мест в нашей стране. Это Камчатка, это там Дальний Восток, это Юг, это даже, может быть, и за границей, Монголия, не знаю, там, Турция, Куба, Куба, все что угодно, куда едем, куда едем, рыбак за рыбой, это раз. Потом, разные виды ловли, то есть, один любит нахвост, другой любит фидер, третья карповую ловлю, четвертый поплавок. У каждого свой склад характера, и каждый любит ее по-своему. И каждый для себя что-то может новое открыть, кто-то не любит нахвост, а попробует. Больше того, и каждый делает на любой рыбалке свое какое-то открытие. Это может быть для кого-то открытие, для кого-то полезным советом, чтобы в дальнейшем ее использовать. Когда мы выезжаем на природу, мы так отдыхаем, мы любим, мы любим путешествия, любим рыбалку, любим вообще этот образ жизни. И когда мы выезжаем вот в эту среду, мы каким-то образом воздействуем на нее, она воздействует на нас. Отношение к природе и себя чувствовать в ней. Ты чужой элемент или ты органичная вот как раз при этом мы видим новые места, мы получаем какие-то впечатления, мы что-то за собой оставляем, как мы там должны себя вести, что мы должны от этого получить, что мы должны дать и что мы не должны давать. То есть неизбежно мы оказываем влияние, она оказывает влияние на нас. Я приехал и после меня хоть потоп, когда часто встречаешь мусорных грядок, которые вдоль рек. Где она оптимальная граница. И в связи с этим тема вознимает. то есть мы и разную географию увидим, и разные способы ловли, и там так называемая школа выживания или там поведение в среде, для того, чтобы это было безопасным и для себя, и безвредным, и для той среды. Ну, как раз обсудим. Это тема спорная, потому что кто-то считает так, кто-то считает так. Мы столкнулись. Да, я чуть-чуть продолжу. Такая вот, ну, удивительно, могут люди по-разному смотреть. Про тайминя. Нужно ли большого тайминя изымать из природы. И вот оказывается местные имеют мнение такое, высказывают совершенно откровенно. Говорят, мне дедушка учил крупную рыбку забрать, маленькую отпускать, пусть подрастет. Это касается не только тайминя, но и любой другой рыбы, фактически. То есть, это касается любого маточного стада. Не упомянули такую вещь, я бы их объединил под одной темой. Сам я к ним отношусь скептически. Это так называют гиперборейские истории, я бы вот так все это назвал. Тут и снежный человек, и эти, и налоги, и всякие там... И просто байки у костра. Да, и просто какие-то вещи, с которыми мы сталкиваемся. Хотя, ну, может быть, я в своем скепсисе и не совсем прав, потому что, ну, наверное, время от времени люди с этим сталкиваются. Наверное, что-то оно может и есть. То есть, мы что-то покажем, что-то обсудим, чему-то, может быть, научимся, вот, что-то сами почерпнем. и дальше по-настоящему не